Всем привет! Это Atlantis 3.570 и сегодня мы посмотрим видео распаковку одной очень интересной вещи под названием PSP Vita. Это моё первое видео, так что прошу очень строго не судить, если что не так. Короче говоря, приставку я изначально и не думал покупать. Она мне не очень заинтересовала изначально, по большей части она мне показалась как просто планшет какой-то с передним сенсорным экраном, задним сенсорным экраном. Вот единственная фишка, которая отличает её от простых планшетов. Но в основном, когда я её первый раз увидел, для меня это типа планшет. Вот 5-дюймовый планшет, которых везде полно. И у меня есть планшет, это конечно не 5-дюймовый, а 10-дюймовый. Но факт остаётся фактом, что изначально для меня это был как планшет, и я не думал её покупать. Ну, потом как-то я на одном американском YouTube-канале посмотрел начало обзора, извините, не обзора, а прохождение игры Uncharted. Там первых пару глав. И мне зацепила фишка управления с игрой, где нужно пальцами стирать, введя по экрану, делать угольные копии, стирать с разных артефактов пыли, грязь и тому подобное. Поскольку я являюсь, скажем так, фанатом этой серии, у меня есть третья Сонька, есть все три части, она мне очень нравится. Я решил всё-таки купить PS Vita. Ну, это... Вот, начнём с коробки, скажем так. Я сначала сделаю, типа, распаковку, потом получится обзор, наверное, системы, скорее всего, внешнего вида. Потом будет меню устройства и программы, а под конец покажу игры и, наверное, расскажу своё мнение. Видео, конечно, распаковок уже дофига. Ну, и всё-таки, как полная распаковка, это, может, многих не будет интересовать, я бы не стал бы это делать бы. Я просто, скажем так, хочу высказать своё мнение об этой штуке. Сразу говорю, купил я её 7 апреля этого года. Так что она уже, конечно, распакована. Это не нулевой анбоксинг. Но я постарался всё упаковать в неё, как и было изначально. Упакована с проводами вообще на Майлс. Но будем надеяться, они более-менее выглядят, как и должно быть. И вот так вот. Ну, начнём с коробки. Что сказать про коробку? Коробка, конечно, в духе а-ля Сони. Вы уж извините здесь, при транспортировке из магазина она слегка промялась в этом месте. Так что коробочка, конечно, слегка попорчена. Но я это не специально делал. Эта коробка красивая, но, конечно, всё-таки сделанная из гофрокартона. Довольно дешёвого картона, но всё равно очень красивая. Вот так вот PS Vita выглядит. Вот так она сзади, коробка выглядит. Здесь как раз сама PS Vita опять. Это всегда на связи приложение. Ну и Uncharted, который рекламируется в покупке вместе с игрой. Здесь у нас написывается на английском, на украинском и на русском. Не знаю, будет ли видно. Ну, здесь просто написано о приблизительных, даже не характеристиках, скажем так, а то, что для игры требуется. Обязательно докупить карту памяти, работает с картриджами PS Vita и так далее, и тому подобное. Консоль 1008. Это европейская консоль. Японские были просто 1000 шла. Европейские уже идут 1008. Она полностью русско-европейская. Цвет этот чёрный, антрацитовый чёрный. Ну, других и не существует. По крайней мере, я, честно сказать, нигде не видел никогда. Брал чисто Wi-Fi. Wi-Fi взял, если кому интересно, по той причине, что приставка будет использоваться чисто в домашних условиях. Ну, иногда куда-нибудь на дачу брать. На работу мне её... Мне там некогда играть. А на улице я с ней вообще... Я, скажем так, не ребёнок, чтобы ходить с приставочками и играться по улице. Да и при том же с теми употребляемыми мощностями, которыми ей нужно для загрузки того же маркета или интернета, там ни один три-джинер на ней потянет. Вы уж извините, что я вот так вот делаю. У меня просто горло першит. Слегка простыл. Немножко мороженого поел, называется. Здесь также написано, что нужна обязательно карта памяти при покупке приставки. Но, скажу честно, это, с одной стороны, обязательные функции, конечно, если вы хотите играть и скачивать что-то на неё, музыку, видео, фотографии делать, например, что-то из интернета, андровит маркета скачать, какое-нибудь приложение, игры или демо, то обязательно нужно, конечно, как-то память. Это обязательно. Можно, конечно, без неё купить приставку и купить, допустим, картридж какой-то. Вы сможете запустить игру. Некоторые, по-моему, я не могу быть уверен, по-моему, где-то я слышал, что некоторые могут не запускаться. Но большинство из них запускается, просто вы не сможете в них сохраниться, и всё. Но игра и приставка всё полностью запустятся. Всё будет работать. Всё будет работать как часы. Ну вот. Так. Я покупал именно приставку саму. Покупал с ней карту памяти на 16 гигов. Вот она вот так вот выглядит. Но мы рассмотрим её получше. Она была у нас вот здесь вот. Стояла. Такой в пластмассовой оболочке. 16 гигов. Есть. 4, 8, 16. Сейчас готовится к выпуску 32. Честно сказать, я хотел купить 32, но пробежал пару магазинов, нигде не нашёл. 2 в 1 и то. Купил практически последнюю 16. Везде 4 и 8. Хочу сразу сказать, если вы собираетесь покупать игры с Тора, об этом мы потом подробнее поговорим, то лучше брать, чем больше, тем лучше. Потому что карточка всё-таки заполняется полностью. Я скачал несколько демок, у меня осталось 10 гигов. И то я скачал не все демки. И самый прикол, здесь работает такая же система, как во многих электронных устройствах. 16 гигов это, скажем так, на бумаге. На самом деле, PS Vita показывает, что в ней всего лишь 14 гигов. Не знаю, может быть, 2 гига используется самой системой для каких-то своих внутренних дел. Она может резервировать для сохранения, для установки каких-нибудь обновлений. Я вот этого не могу. Я этого не знаю. но учитывая, как в моём яйфоне, то, что написано на самом деле не является то, что внутри на других планшетах, скорее всего, здесь 14 гигов, а не 16. Так что, если вы купите 4 гига, неизвестно, сколько там будет. Не могу утверждать, я честно сказать, не знаю. Но приступим. Я договорился поначалу. А, да. Ещё перед началом забыл сказать, извиняюсь, задел камеру. Я ещё купил. Ну, конечно, как же без анчарта, Ради неё и покупал. Потом её тоже посмотрим. Здесь вот Дрейк, наш всеми любимый. А-ля золотая бездна. Эли-ли-ли-ли. Тут вот сзади расписывается. Ну, об этом поподробнее рассмотрим. Игру рассмотрим чуточку попозже и поподробнее. Начнём упаковку. При открытии мы видим, что мы видим. Сейчас сконду уберу вот такого, чтобы не мешалось. Мы с вами видим вот такую вот это AR Play карт. Карты дополненной реальности. PSP обладает камерой, в отличие от PSP, которую надо было докупать отдельно камеру. И можно использовать эти карточки играть в дополненной реальности. Карточки дополненной реальности. Сохраните эти карточки, они нужны для прохождения игр в дополненной реальности на вашей PSV. вот так вот здесь код на активацию игр. Поскольку в PSV не идёт карты памяти, в отличие от там, например, Nintendo 3DS, которые даются уже внутри карты и на неё уже записано несколько игр с дополненной реальностью. Здесь не идут игр с дополненной реальности, но вам их дают бесплатно скачать две игры дополненной реальности. Скачутся они при входе в PSM вывести этот код. Код, кстати, универсальный один и тот же. Хоть он и авторизованный, можете, если у кого есть PSV, но кто посеял как импера, не знаю, кому-то просто достал с PSV, но нет набора, можете брать код. Потому что у моего друга тот же самый же, абсолютно тот же код. еще я не смотрел несколько видео обзоров, там тоже абсолютно такой же код на скачивание контента. Не знаю, может быть в 3GS там другой код, но во всех Wi-Fi версиях он одинаковый абсолютно. вот так выглядят карточки. Карточки это что-то типа бумаги с какой-то пластиковым покрытием, чтобы они были более живучи, скажем так. Но я думаю, сломаются они легко. Еще от них очень классно пахнет. Классно это, конечно, в кавычках. Но зато есть шанс на них случайно, если разольете что-нибудь, скорее всего они не попорчатся. они царапатся. только что случайно. Заделай пострел в царапину. Так что поосторожней. На них нельзя ни рисовать, ни чего делать, иначе они не будут работать. Вот так они выглядят. В большинстве игр используются по одной карточке, но в некоторых играх, даже в тех же играх, которые используются по одной, в некоторых уровнях нужно использовать даже не запускал эту штуку. некогда. Я анчартер проходил неделю целую, потому что удавалось поиграть только вечером после работы перед сном. Где-то часик-полтора, в лучшем случае часа, наверное, два проходил, потому что работа, дела и тому подобное. Ну, с вами вместе посмотрим заодно. здесь бумажка приглашения в PSN Network, если, например, интересно. Это, ну, кому интересно, конечно. На русском написано, конечно, кому-то. То есть, игры по сети бесплатно, загружаете тысячи роликов, дополнительных бесплатных демо-версий и фильмов из PlayStation Store, ну, и так далее. Здесь можно прочитать. Надеюсь, видно. Камера старенькая. Ну, довольно должна быть неплохая. Здесь эта бумажка быстро старта. Здесь на английском языке, здесь на русском. Поскольку приставка уже была запущена, то есть, я уже зарегистрировал все, я не буду сбрасывать настройки заново это делать, потому что я уже все сделал, так что уж извините, я вам просто покажу два бумажки, как это делается, скажем так. Ну, вот. То, что есть карта памяти, это карточка с игрой, сим-карта у кого-то 3G модема, вставляется сначала карту памяти, если у кого есть симку можете ставить, включайте кнопку. Вот здесь можно посмотреть, почитать. Потом первое свайпом сдвигается, тут делаются настройки, вводится стандартное время, дни недели, соединение, если у вас есть уже учетная запись в PSN, например, ну, неважно, либо на PS3, либо на PSP, если оно не чипованное и у вас есть доступ, то можете ввести свой пароль и будет общая сеть пользоваться. Это удобно, например, если у вас PSN есть, то есть PS3, извиняюсь, вы можете использовать удаленный контроль над ней, потом это посмотрим, я думаю, но работает, так сказать, он так себе, но работает. По крайней мере, выигранной играть вообще практически нельзя. Может, если у меня таких игр нету, но все свои я пробовал, ни одна не запускается, он не может запустить их. Ну, подключение к Wi-Fi сети, что-то хотел еще уточнить. да, вот еще что-то хорошо, если у вас общие есть уже, то есть, если вы, например, на PS3 заклочили какую-нибудь свою кредитную карту или что-то, соединившись с PSVita с той же учетной записью, то, или вы покупаете карту по пополнению счета, то счет, например, с 3-й соники у вас также переходит на PSVita, и вы можете также спокойно пользоваться. Вот при этом начало уже меню самого. Здесь показывается обучающая игра настройка. Здесь основные игры это PlayStation Store, Nair, тусовка. PlayStation Store, думаю, все знают, это интернет-магазин, кстати, довольно неплохой, на мой личный взгляд, как на 3-й сонике, так и на PSVita. Nair это фишка такая для онлайн игр, она показывает в радиусе 7-ми километров людей, у которых есть PSVita вокруг вас. То есть, если, есть там в соседних домах, кто-то, даже вы его знать не знаете, но у него есть PSVita, Nair спокойно покажет это. Ну и тусовка. Тусовка это общение и такие, и тому подобное и так далее. С другой стороны, здесь просто вкратце описывается приложение, здесь показывается сколько приложений, может 6 штук открыто быть, не считая домика, домиком 7 с главным экраном, тут как переходить по ним, тут запуск приложения, и это как использовать это ставить на паузу, кнопку PSN, зарядка и все. Это полные инструкции, скажем так, как всегда дешевенькая, бюджетненькая, вот что всегда бесило в Sony, что они экономят, вот хорошо вот эту штуку сделали, хотя бы с качественной полиграфией, скажем так, а вот это, если у кого есть, например, Nintendo приставка какая-нибудь, они меня поймут, потому что все-таки вот это, это из-за заложения туалетная бумага какая-то, практически, у 3DS, допустим, это у него книжечка в 500 с лишним страниц из полиграфии, цветная и просто приятно, можно поставить под стекло и любоваться, а не такая вот ширпотритная бумажка. Ну и это здесь рассказывается про родительский контроль, как делать так, чтобы ваше чадо не делало то, что вам не нравится. Здесь находится у нас сама PS-фита, к ней мы вернемся попозже. Здесь у нас находится коробочка начала разбираться. Ладно, сейчас здесь скажем так, наклейка такая, хотя это не наклейка, это просто нарисована. Ну, то же самое же PlayStation Store, Nair, вот он как раз показывает радиусы 7 километров там, можно там уменьшать, приближать, зависит на где игроки. Вот эти иконочки это каждый игрок. И тусовку, общение. Больше здесь ничего нет. Дальше у нас идет извиняюсь, блок питания. Блок питания, кстати, стал маленький, меньше, чем у P.E.R.E.S.P. По толщине и по ширине он такой же, но он покороче. У P.E.S.P. он где-то вот такой вот. Сейчас даже секунду, по-моему, он где-то поблизости валяется. Вот видите, он, а да, даже, ну, не намного, по толщине он такой же, по ширине абсолютно то же самое же. он только стал полегче, поменьше и посимпатичнее. Стандартная зарядка, линейная шнур для зарядки и провод USB для соединения со своим уникальным разъемом. К P.E.S.P. сразу не подойдет. К P.E.S. Гов честно сказать не знаю, у меня ее нет. А так красиво. Ну, и, конечно, сама она и свита, которую мы посмотрим с вами в следующем видео. Всем пока, до свидания, до скорого. Субтитры Субтитры .